format хочу привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур сегодня мы продолжаем играть так как обычно. В общем, Ведьмака 3. И, вы знаете, я тут почитал про вот эти вот заказы и про то, что вы думаете по этому поводу. То есть, ну, такие игры, которые уже успели пройти 500 миллионов раз, написали, что, допустим, он сейчас заказ Тайной Деревни, так как он гораздо выше по уровню, чем, собственно, я. Даже если я его выполню, то есть, потом и кровью, я все равно не получу с него ничего хорошего. То есть, мне только дадут меньше опыт. И посоветовали на данный момент завершить с делами семейными. То есть, сейчас мне нужно идти немножко вперед по сюжетным квестам. Тогда я возьмусь пока за хозяек леса и, соответственно, завершим с этой сюжетной веткой. И после этого можно будет уже куда-то двигаться. Так, теперь. Теперь мне осталось вспомнить, где я нахожусь, что мне делать, как быть никуда податься вообще. Так, хорошо. Чет, я вообще забыл, как играть в эту игру. Интересно, это хороший новостей, плохие. Кстати говоря, советуют пройти квест в Белом Саду, еще первым, первым самым, то есть, в самой первой локации. Я думаю, блин, надо будет сходить, а то потом вообще я там всех плевками раскидаю, да? Это будет тупо. Не знаю. Но потом. В общем, сейчас нам с вами нужно плыть. Поэтому поплыли. Проплывем мимо этого острова, который, как вы знаете, я очень люблю. И будем искать этих ведьм на Кривого Крут в топях. По поводу того мужика, которого я... Кто там? Пузадерзывали. Который попросил, чтобы я ему поддался. А в итоге после этого, короче, ничего не произошло. Оказалось, что нужно было ему сначала поддаться, а потом уже надавать ему в табло. Ну, я не знаю, я его неправильно понял. У нас с ним произошло недопонимание. Как это бывает часто, когда задел выберусь я, мастер дедукции логики. И, соответственно, человек просто получил в табло. И его сиротки оказались без хлеба. Я знаю, этот поступок меня не красит. Но на самом деле, вы знаете, я думаю, что это просто карма у человека. То есть он заслужил это. Чем-то в своей жизни, каким-то прегрешением. То есть это не я виноват? Нет. Конечно же нет. Это все его вина. Я просто свершил то, что ему было предначерпанно судьбой. Давайте притопим. Потому что, блин, у меня охота уже... Короче говоря, сказали, что сюжетное задание тоже нужно выполнять в срок. То есть если я приду на задание, которое нужно было выполнить давным-давно, то мне будет слишком легко. Я, с другой стороны, слышал другое. Что сюжетное задание, они как бы подстраиваются под твой уровень, чтобы тебе было одинаково сложно или легко, в зависимости от того уровня, который ты выбрал. Но мы выбрали сложно, поэтому нам будет сложно. Это хорошо. Но я не уверен наверняка. Я думаю, что... Ой, истина кроется где-то посередине. Хорошо, сегодня мы, как обычно, плывем. Я знаю, что можно было воспользоваться быстрым перемещением. Но, в принципе, мы уже довольно-таки близко. Правда, почему-то... А, а, так, спокойно. Расстояние, думал, почему-то увеличивается, да было. А почему это так? Ой, короче, у меня сегодня, как и обычно, какой-то упор, это настроение. Но на самом деле я доволен жизнью. Надеюсь, вы тоже. Надеюсь, у вас все хорошо. Давайте, знаете, что сделаем? Сейчас мы с вами поставим сюда метку. И будем видеть, куда нам сколько осталось. Погнали. Вроде как все, что я хотел сделать по основным сайт-квестам... Фига там дерево, да? По основным сайт-квестам я вроде как сделал. Но я не берусь утверждать наверняка. Я уверен, что здесь еще куча всяких интересных квестов кроется, но сейчас на данный момент просто... Ну, я, конечно, не все деревни еще обошел там и тому подобное, но тем не менее, вы, я думаю, поняли, что я хотел сказать. А может быть и нет, потому что я и сам не понял. Так, утопцы, давайте, давайте, ребята, вы поумите по своим делам. Вы с вами не догоните. А я, соответственно, не испытываю особого интереса выловлять вас. Так, а что нам... Я, честно говоря, плохо помню уже. Это было так давно. Что нам... Что за задание? Это хозяйки леса. Они, по-моему, что-то могут знать про сведения, обнаруженные в доме нельфгардского агента Генрика. Следовало, что Цири поссорилась с некой велинской ведьмой. Поначалу Геральт читал, что этой ведьмой была Кейромец, но позже оказалось, что Генрик имел в виду кого-то, кто живет на кривоуховых топях. Поэтому ведьмак отправился в болото, чтобы найти обитавшую там ведьму и расспросить ее. Понял. Так, подожди, что там? Следовать... А, да, там вроде как они заманивали людей или даже деток, я не помню, сладостями. Ну, типа там, понимаете, очень похоже на Ганс или Гретель, да? Только там были крошки. И вообще там немножко все по-другому было. Но это не важно. О, господи. Альбули, что ли? А, это болотники. Болотники это плохо. С болотниками я сейчас не хочу бодаться. Нет у меня такого настроения, честно говоря. А вообще вот это место, я его узнаю. То есть где-то примерно здесь мы, да, вот уничтожили логово утопцев и после этого ходили по лесу и познавали всякое. Товарищи, кстати, говорили, что в игре бывает критический баг, что Геральт перестает цепляться за разные предметы. И якобы у меня на этом месте такой баг произошел и в некоторых местах эту игру сделает непроходимой. Это не так. Дело в том, что после того, как я не мог забраться на эту лодку, у меня была куча моментов, где я просто забирался туда, куда мне нужно. И все было нормально. Здесь просто вот чисто физически ты забраться не можешь, поэтому, соответственно, ты не можешь забраться. То есть не бойтесь, все нормально. Вот черт там, ядко. Хорошо, как бы мне подплыть. Я хочу туда сходить. Это возможно вообще? Я думаю, возможно, и в будущем мы там окажемся еще. Так, а в целом места все знакомые, да? И надо помнить, что здесь очень много всякого ядовитого газа и прочей ерунды. Кстати, весь мир в комментариях. Пошел ты! Ну, это только те, кто читает комментарии, поймут. Так, ладно. Хорошо. В принципе, мы почти пришли, просто здесь нужно быть аккуратным, потому что ядовитый газ реально дамажит. Реально. Спасибо. Его временами не видно днем. Так, и, кстати говоря, что-то тут у нас такое любопытное. Нет? Это явно не то, что мне сейчас нужно. Ладно, явно мы сюда прибежим к какому-то сюжетному заданию. Это выглядит, как какая-то норка. Затрудняюсь пока сказать, но я думаю, в будущем либо вы мне в комментариях напишите, либо я сам сюда вернусь к какому-то квесту. Оленей. Так, хорошо. У нас опять какой-то истуканчик, да? Рулетики. Супер. Супер. Так они гнивые все внутри. Пакость там все в опарышах. Так, кстати говоря, по поводу прически мне и самому надоело. Эта прическа я ее сменю, когда мы будем в ближайшем городе, но пока что она мне в принципе я знаю, что многие такие, да это же не Геральт с такой прически. Да Геральт. Я на верном пути. Геральт. Просто не стоит прическа. Она мне нравится. Она странная такая. Так. Дорога ведет нас сюда. Ну, я думаю, надо идти по тропке, да? Ну, че. Смотри, это тоже оно. Любопытно. Детишек заманивали. Епота, мать, жуть какая. Это именно ведьмы? Почему именно ведьмы, если я ищу ведьму одну? Сами мне спойлерите, да, ребята? Разработчики. Слушай, дорожка какая красивая. Все в цветочках. Чтоб дети расслабились. Так, ну, допустим, дальше пока. А, вон, видать, смотри. Вижу. И вижу. Давайте ускоримся. Может быть, от этого зависит чья-то жизнь. Хотя, на самом деле, не помню. Так, сохраняешь. На самом деле, жесть. Это, по-моему, жутко. Вот эти вот все детские сказки, они реально, вы считали, в оригинале братьев Гримм, допустим, не вот эти вот измененные, адаптированные по современной реалии. Как там в Золушке эти там сестры ее пальцы на ногах себе рубили, чтобы их ноги влезли. Как там кого-то на кол сажали, кого-то руки отрубали, кого-то голову. Эш пипец. Или там спящая красавица. Она же не веретеном. В общем, короче говоря, ее там какой-то король изнасиловал, и в результате она была проклята, уснула. Там такая жесть творится в этих средневековых сказках. И, по-моему, соответственно, я точно не помню, но, по-моему, соответственно, пришел принц, видит, баба спит. Ну и тоже ее понасиловал, она и проснулась. Это, да, вот я именно про это и хочу сказать, что сейчас вот вот эти вот истории сказок, которые мы вот одной из них видим, да, это явно отсылка к средневековым сказкам, потому что там такого полно было. Это все, на самом деле, довольно страшно. И такими сказками скорее пугали людей, чем, ну, просто рассказывали для того, чтобы детишки заснули. Так, мы куда-то приперлись в итоге. Ведьмы, это интересно, магические создания или нет, я пока никаких эликсиров пользовать, наверное, не буду. Пришли, значит, вот так вот детишки смотрят, хат красивый стоит. У попа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. И в землю закопал, и надпись написал. Мясо, 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 он его любил. Поп был страшный душегубец и большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, и за огнем выходишь ты. Любопытная считалочка. Ты кто? Иди отсюда, что это вы тут делаете? Что же вы делаете, одни на болотах? Мы не одни, а с бабушкой. Я спрашиваю, откуда вы тут взялись? Сироты мы. Все? Война ведь? Вот и сироты. Чему тут делиться? Любопытно. Я ищу ведьм с кривоуховых топей. Ты ж сам такой, как ведьма. Ведьм с топей? Нам нельзя на топе. Бабушка не пускает. Как пропал мой брат Земка, бабушка сказала это все от того, что он пошел в лес и заблудился. Бабушка потом страшно плакала. Может, он еще вернется? На болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такого? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сиськи. Точно. Когда по деревне войско шло, на деревне дед кричал, повайте девок по лесам. Пусть солдатню сиськами не пугают, а то беда будет. Как говорил. Норм. Кто-то тут кроме вас живет. А есть тут еще кто-нибудь, кроме вас? Это кто? Кто-нибудь, кто мог видеть эту девушку? Шестиглазое дерево? Дерево. Весь год спит. Может, ты Васик? Это что за разговоры? Что за поболтушки, я спрашиваю? Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? С оружием, как бандит. Ты ведьма? Ты болотная ведьма? Говорят, на кривоуховых топах. Это я ведьма? Нет. У меня ни метлы, ни совы, и ни единой бородавки на носу. У меня красивый нос. Вот. Видишь? У бабули красивый носик. Моя ты хорошая. Дети, такие сладкие. Заботишься об этих детях? Это мои внучки. Бабушка наша очень добрая. На ужин будет суп со шкварками. Иногда дети теряются в лесу. Скучаю я, ты не видел их в лесу? Никто не видел. Ладно, а Ивасик кто такой? Кто такой Ивасик? Ивасик, Карасик выдул весь Квасик, потом целый часик кредил, как дурасик. Ты это что такое, говоришь? Броняться и броняться. Ничего больше. Сплошная брань. Чё-то нет, по-моему. Не верю я вам. Ладно, не важно. Я просто с ребятнёй разговаривал. Я ищу одну девушку. Я была очень красивой девушкой. Носила вот такую косу. Маменька мне плела. И платья у меня были цветами разукрашенные. Ты её видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра её. Где-то они сейчас. А может, с ними лихо, какое приключилось. На пожалуйста, или будем просто её давить? Давай, пожалуйста. Молодая девушка с серыми волосами. Мне надо понять, встречала ты её или нет. Дети! Что смотрите? Идите мыть руки. Будем ловить сверчков. Вижу. Ничего я от тебя не добьюсь. Так я ничего и не знаю. И Васик точно знает. О чём я его не спрошу, он отвечает. Погоди, сейчас почешу себе гузны и придумаю. Что это за слово? Оно живо в хату. Живо в хату. Будешь у меня в углу стоять. И я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты уходи отсюда. Уходи. Любопытно. Что-то у вас тут нездоровое происходит, по-моему. Но я пока не могу понять, что именно. Что тут чужому делать? Вообще-то да. Но не знаю, стоит ли меня тут разнюхивать. Поговорить с мальчиком, которого наказала бабушка. Окей. Гневку. Нормально у тебя, я имею в виду, парень. Надеюсь, ты всё-таки не гневка, а добряшка. Ух ты! Настоящий воин! Ну, не знаю. В принципе, просто тут как-то до одури жутко. И по ночам я представляю, какая тут жутка. Никаких заборов. И как вы тут живёте вообще? Либо здесь реально какая-то сильная магия от вас отпугивает всякую нечисть. Либо здесь живёт какая-то нечисть, которая отпугивает всех своих фактов существования. Ну, тогда вы в проблемах, дети. Сюда нельзя входить. Тебе тут нельзя. Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя! Нельзя! Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. А и Васик придуманный. И... И чужие детей крадут. Скажи мне только, где найти Ивасика. Ивасик придуманный! Уходи! Уходи! Так. Ты слышишь спокойно. Так, бабушка, я изначально подумал, что может тебе аксием с души. Но потом подумал, что... Наверное, сначала лучше поговорим. Ого! Ого! Что-то оно не действует. Так, ладно. Я думаю, надо загрузиться, потому что я всех перепугал там двух стрячки. Почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает, то и остальные ведь, так? С Ивасиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что Ивасик придуманный. Мальчик, который с Ивасиком водится, должен быть храбрый? Глупый он, а не храбрый. Один раз голой попой на муравейник сел. А с Ивасиком он и правда водится. Не слушает бабушки, бегает в лес. И сидит за это в заперти потом. А еще он улиток ест. Бе! Бабушка-то нормальная? Не знаю, вроде нормальная, но кто ее знает. Бабушка вас не обижает, не колотит. Никогда. Если мы что плохое сделаем, то она плачет. И боится. Потому что говорит, что нас чужие могут собрать, и мы тогда пропадем. Вы сами-то Ивасика видели? А то. На вид примерно. Вот как он. Так почему вы говорите, что он придуманный? Бабушка сказала. А бабушка много знает. Девушка, о которой я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Ивасика. Ладно. Только услуга за услугу. Поиграй с нами в прятки. А то бабушка не хочет. Говорит, у нее кости ломят. Это мне напоминает Dead Synchronistic. Помните, мы играли? То, что там детей убедили как-то отвлечь. В итоге детей чуть не расстреляли. Ну, ладно, хорошо. Идет. Прячьтесь. А если я вас найду, вы мне поможете поговорить с мальчиком, который знает Ивасика? Думает, нас так легко найти. Он-то небось от черных не прятался. Не подглядывай и считай громко все пальцы и на ногах тоже. Раз, два, три, двадцать, девять, четверо там, по-моему, да? Двадцать. Я иду искать. Геральт такой. Блин, прикольно сделано. Так, надо сохранить игру. Быстрее сохраняйся игра, а потом я сам тебя сохраню. Хорошо. Давайте посмотрим, куда же они могли деться. Неужели мое чутье мне не поможет? О, поможет, конечно. Ага, и в окошко, смотри. Вот на глота. В окошко же. Там никакого нету. Так, детишек воровать не будем. Это, по-моему, не очень хороший поступок. Ладно, тихо, тихо, тихо. Ага, кто-то там есть. Там тоже кто-то есть, но я пока не пойму, кто. Блин, не стрелай. Детишки, я тебя вижу. Выходи. Повезло тебе. Так, еще трое остались. Хорошо, допустим. Да, не стрелай, все будет хорошо. Ладно, так, пошел, пошел. Вась. Нет, не то. И че, и как-нибудь туда подняться? Весь, вот он, забирается нормально, так что, не волнуйтесь, все будет хорошо. тут он такой спрыгнул, да? Спрыгнул же, получается. Но, видимо, да. Я тебя нашел, не прячься. А прячься, так сказать, вообще неплохо, да? Реально, хрен найдешь, малышки. Так, двое готовы, один куда-то вообще ушуршал. И надо посмотреть еще, где еще кто-нибудь. Давайте сначала того найдем, хотя нет, давайте сюда пойдем. Так вот. Короче, по грязюке. А нет, вот следы, я подумал, что следы потерялись куда-то. А ты вот не умеешь прятаться. Как ты меня углядел? Так, а что тут у вас? Ладно, я не буду смотреть. Я могу вам там положить туда что-нибудь, но бабка у вас вредная, поэтому нет. Так, хорошо. Остался последний. Последний у нас прошел как-то там сквозь дом, значит, нам надо обойти и поискать где-нибудь вот тут его. Так, только сохранимся, потому что я чувствую, как это замануха в итоге все равно будет. Практически уверен. вон он сидит. Саечка? Ты чародей, да? А ты покажешь нам фокусы, когда к домику подойдем? Нет, лучше вспомни, что вы обещали. Я вас нашел. Теперь держите слово, помогите мне поговорить с приятелем у Васика наедине. Как не помочь? Слово есть слово. Надеюсь, я их не подставлю, потому что бабка вроде неплохая, реально им помогает. бабушка, бабушка! Ясю шмель в гузно укусил! Иди сюда, бабушка! Да это ведьмак, это такая игра, вот обязательно в гузно. Потому что почему бы и не, да? Не бойся. Я ничего не знаю. Я не причиню тебе вреда. А где бабушка? Она занята. Чего ты боишься? Почему ты так боишься говорить? И не боюсь вовсе. Да боишься, я вижу. Иначе рассказал бы про Ивасика. Бойзно мне за Ивасика. Он не приходит больше. Пошли мы раз грибы искать. Я видел его нору. Но бабушка на меня накричала. Говорит, чтоб не болтал с чужими. А то потом дети пропадают. И за Ивасика она тоже боится. Хоть и говорит, что он придуманный. Чё-то не то с этим Ивасиком. Что это за Ивасик вообще? А где все ваши родители? Померли. Одни с голоду. Других поубивали. Моих. Раз пошёл я на заре за ягодами. Тогда ещё много ягод было. А когда мой возвращался, услышал крики. И смех такой. Подошёл и спрятался в кустах на опушке. Мама кричала. А солдаты смеялись. Батька лежал у ворот сарая. Совсем без головы. А потом мама. Всё. Не надо. Хватит. Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он знает больше, чем вы? А ты ему зла не сделаешь. На самом деле он не придуманный. Не сделаю. И Ивасик раньше часто прибегал. Потому что бабушка любила слушать, как он поёт. А когда я грибы собирал, Ивасик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка на краю болот. Там растёт дерево. Такое странное. Как присмотришься, сразу найдёшь. Я, по-моему, знаю, какое дерево. То есть мы проходили мимо этого места, мне так кажется. Это как раз где я вас спрашивал, что за нора в дереве. Короче говоря, во время этого диалога у меня система наглухо повисла. И поэтому, как вы видели, диалог немножко прерывался. Но до этого ничего страшного. Дело в том, что... Не знаю, у меня такое ощущение, что система перегревается время от времени. Окей, да вы пипец. А вот она говорит, что как я засну, придут ночью крысы и мне стенки выгрызут. Нельзя так говорить. Спаси прощение. Лужно! Буду тут стоять, пока не попросишь прощения у неё. И у меня. Торопиться нам некуда. Прости, пожалуйста. Никакие крысы к тебе не придут. И я знаю, что нельзя говорить плохие слова. Хорошая девочка. А за прощение будет угощение. Порадую ваши животики. Ты чего здесь, а? Тебе это дело кинчика. Понял, понял. Не нервничай, бабушка. Короче, не знаю. По-моему, она нормальная. Но я бы не стал утверждать наверняка, потому что... Блин, вот в этой игре она как-то... Она играет на эмоциях. То есть, я как услышал, что там делали с семьёй. Вот его... Господи. Так, у паренька. Тихо, тихо. Не надо этого. Вау, вау, вау. Ты чего вернуться-то не можешь? Так, знак Квен. Давай. Получи, тварь. Хорошо заспамили, допустим. Так, но между прочим, нам тут и надо искать. Мы к нам уже иду, да? До свидания. Всё прошло более-менее нормально. Но я говорю, только у такого дома живут такие твари. А этот каких-то крыс-боец, которые зенки выгрызут. Давайте глазков всяких наберём. Что ж, меня отвлекает постоянно. Так, ну чё? Только я, короче, это самое. И сразу же включение. Так. Ты отдохни пока. Да блин, да блин. Ненавижу этих тварей. Паскуда, тварь! Пипец. Не хило так. Так, спокойно. Не знаю, пока Квен. Только Квен. Давай-давай-давай. Твою мать. Постоянно. Всё не то и не так. Давай-давай. Да пипец, навстречку не ловится. Ну какого так, короче? Ненавижу. Больше всего ненавижу этих тварей. Утопцы, водные бабы. Всё, что, короче, связано с водой в этой игре, реально хочется выжечь калёным железом. Такое. Блин, меня отвлекли ещё. Такое, блин, пока вспоминал, как драться. Уже всё. Уже, собственно, всё. Вижу. Лапки маленькие. А-а-а! Я, по-моему... Следы маленьких ног. И Васик здесь проходил. Я, по-моему, знаю, кто-то. И Васик. Ну, то есть, я думаю, все, кто смотрел демонстрацию игры, ну, одну из многочисленных, вполне возможно, что вы и знаете. Хорошо, что же делать, как же быть? Чё-то надо, чё-то надо скушать. Наверное. Чё-нибудь вот такое вот хорошее. Хотя, в принципе, вот эта сушёная. Пять, пять, десять. Ну, давай. Не-не-не, мы её съедим. А после этого чуть-чуть помедитируем. Нам, конечно, 20 секунд, но 20 секунд медленных. Так что, подождём чуть-чуть. И, как обычно, в самые проблемы мы идём ночью. Мы такие, мы могём. В общем, сейчас круголями мы придём именно туда, откуда мы, собственно, и начали. Я могу по карте тупо до туда добежать. Только для этого надо вспомнить, где именно это было. Вот тут где-то мы высадились и где-то... где-то вот тут, наверное, это дерево находится. Ну, я, конечно, я пойду по следам. Ну, типа там всё по фэншую. Ну, короче говоря, мы там были уже. Ну, поняли. Вы, собственно, всё и так видели. Без меня. Так, хорошо. И давайте ещё одну схорчим. Потому что жизни надо прибавлять. Это вот так-то. Мёд, смотрите, как прибавляет. И, в принципе, достаточно. Теперь мы с вами можем просто поспать часик до десяти ночи. И двигаться дальше. Так, хорошо. Что-то мне подсказывает, что ничего хорошего тут, в принципе, быть не может. О, на мать, вот эти вот всякие люди испугли, короче говоря. Тут расположено. Должны отпугивать посетителей, но по мне тут и без них что-то какая-то стримота. Дягушки. Хорош. Ну, в принципе, вот таким округалями я, по-моему, вон уже спереди вижу то, что нам нужно, нет? А, вот. Следы ведут к ныре, интересно, что внутри. Да-да, именно туда и пришли. Это же то место? Хотя нет, там наверх какое-то дерево было. Или нет? Или это оно? Я не помню. Ивасик. Не бойся. ты хмурница? Луговик? А, прибожек. Мало вас осталось на свете. Я ищу девушку с серыми волосами. Ты ее видел? Расскажи мне все сначала. Где ты ее видел? Что она делала? Мне это очень важно. Почему? Сказать не может. Потому что не мой. Ты здесь живешь? Нора уютная и место хорошее. Ты, наверное, знаешь все, что творится на топе. Тебе не мешают чудовища по соседству? Понятно. Короче, они его боятся. Ну ладно. Не так просто, Вася, да? Жди тишек с поляны. Не бойся, я никого не обиду. Я не вижу. Может, это он и охраняет детишек? Он же все-таки как дух леса. В чем дело? Ты не можешь говорить? Почему? Ты потерял голос? Могу я тебе помочь? Нет, да, говорит, за мной. Пойдем. Ну что, я тут не понял, конечно, я не знаю. не понимаю. Попробуй мне как-нибудь пояснить. Ну, типа того. Пойдем, говорит, что тут непонятно, но... ты за тобой? Что ж, выбора нет. Такой показательный фейспалм. Видите, сколько опыта дает сразу? Прибожек. Так, мы сохранились и мы посмотрим, что за прибожек. Прибожек у нас стало быть находится в реликтах. Ух ты. Еще не так давно окрестности крестьянских сел полны были дружелюбными созданиями духами-хранителями. Сегодня уже почти невозможно встретить скрата, ярошника или мамуню. Первыми всегда уходят прибожки. Такова плата за прогресс цивилизации. Иступление к трактату «Утраченный мир профессора Дарья Гарая». Прибожки или убожики, которых часто путают с ярошиками, это лесные существа, живущие в норах и трухлявых пнях деревьев, всегда вблизи людских поселений. Внешним видом и поведением они напоминают детей, и так же, как дети, они склонны к шалостям. Прибожки привязаны к своей территории и опекают все, что на ней живет. Они заботятся как о зверях, так и о людях. Но будучи по натуре существами робкими, стараются оставаться невидимыми. Прибожков привлекают радость и наивность, поэтому они любят детей и нередко открываются именно им. Эти трудолюбивые и умные создания с удовольствием оказывают своим подопечным мелкие услуги, а взамен ожидают от них уважения и оплаты в виде еды или использованных инструментов. Прибожка легко обидеть, если быть с ним грубым, неблагодарным или просто придирчивым. Кроме того, прибожки не любят лишнего шума, поэтому, если опекаемое ими деревни становится слишком людной и ее жители забывают о прежних обычаях, и эти существа покидают свой дом навсегда и отправляются в дальние дали. Такие дела. Любопытно. Меллаха какой. Так, ну мы уже к кому-то идем, между прочим. Ну что, мне тебя защищать сейчас надо будет? Ну что, ты типа ждешь, пока я с ними разберусь? Ну я понял. Минус. Это какой-то простой был. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Давай-давай, быстрей. Минус. Минус. Пританул. Вау, неплохо было. Так, в принципе, тут крови у меня тоже уже достаточно, поэтому можно не набирать, да? Не отходи от меня. Так, одну секунду. Та не то, что я делаю вообще? Я не знаю, что я делаю. Ну что-то я вроде делаю. Так, приборщик, ты на меня не обидишься, я подтворю такой с лесом. Давайте-ка мы так, рюкзак чуть-чуть покушаем. Съесть. Ну, в принципе, достаточно, я думаю, будет. Давайте еще. Я знаю, что это можно поставить быстрый слот, но нет. Мы лучше так будем. Обожаю мед. Очень круто выглядит и прибавляет неплохо. Так, сохраняшечка, потому что тут все может повернуться плохо в любой момент. Мы пришли? Да, я гляжусь. На этом уступе есть что-то, что поможет тебе говорить? придется туда залезть. Окей, обыскать воронье гнездо. Так, ну, поговорить с тобой, так понимаю, не получится. Угу. Это первый звук, который мы от него услышали, кстати говоря. Так, раз мы идем туда, то мы идем на драку. это стопроцентно, поэтому давайте подкрепимся. Всегда, в любых непонятных обстоятельствах подкрепляйся. Рано прыгнул, но нормально. Ох, ехо, она мается. Так, а ты кто такой вообще? А с тобой можно будет договориться? Я думаю, нет. Виверна. Виверна, это магическое создание, я думаю. Так, хорошо. Надо было еще пожрать, пока у нас есть возможность, потому что сейчас нам в жизни будут нужны очень сильно, потому что сейчас у нас постараются постучать, а мы этого не дадим сделать. Так, все. Окей, можно драться. Да там кого только нет, они между собой не дерутся случаем обыскать воронье гнездо. Да, не то. Мы с тобой дрались уже, но не совсем с тобой. Гарпи, жесть. Так, спокойно. Куда, япона мать? Так, ты странно, немножко упал. Надеюсь, что с тебя можно будет подняться. Так, что, гарпи? Следующий на раздачу, да, я смотрю? Так, мозг. О, как я у него, мозг? Как кто-то написал. Геральт, говорит, не вырезает это из врагов. Это все само из них выходит. Так, ну что тут за следы? Что-то у меня завибрировало все. Ну врагов, наверное. Но голохвост был позлее, чем эта тварь. Иди сюда. Тихо, тихо. Куда, твою мать? Да давай. Неседание. Будут. тут мне. Бухти, гарпи. Какая пакость. Ну, вроде на женщину похоже. Ну, не так, чтобы сильно, но похоже. Даже не вспотел. Может, ему нужна эта бутылка? Папец, людей сюда таскали. А это здесь, на самой верхушке дерево. Нет, по-моему, здесь. А вон оно. Где-то там. А вон оно. То самое дерево, да? Блин, что я не ту кнопку нажимаю. Интересно, а что там на верху? Ой, ладно, давайте пойдем просто. Все равно все исследуем, ничего интересного не пропустим. Не волновайтесь. просто будем решать проблему по мере их вступления. Я думаю, много таких мест, мимо которых мы проходим, а там еще много всего. И вы мне потом напишите в комментариях, что сходи-то вон туда. Вот сейчас я знаю, что мне нужно сходить в деревню Залепи. Там что-то интересное будет. Держи. Молоко, шишка, улитка, кролик, телега, картинка, пердеж. Как звучит? Король купил коралловую корону на коронацию королеве Бруки. Навеселился уже? Мои любимые слова. Жить и не слышать божественного сочетания звуков ниточка карачунницы все равно, что лизать улиток через сукно. Спасибо тебе, славный, кто бы ты ни был. Прощай и будь здоров. Погоди, погоди. Я тебе помог, так уж и ты мне помоги. Ты что? Хочешь превратить в прекрасный акт труизма в дуракский обмен услугами? Какой нафиг контруизм, ты что? Удивительно. Как можно упрятать голос в бутылку? Вот и я удивляюсь. Это же всем голосам голос. Иной раз как лесной ручеек, а иной раз как гром. Ну и будем честны, болтаю я столько, что льется как из бочки через край. Кто-то по простой прихоти или из злости воспользовался очень мощной магией. Понял. Я думаю, добазарился, как там говорят. Как вышло, что ты потерял голос? Просыпаюсь я поутру и собираюсь по обычаю своему попеть с дроздами. И не могу извлечь ни звука. Я старался изо всех сил. До меня чуть удар не хватил. Тогда я прошел в деревню. Там, говорят, новая колдунья творит чудеса. А люди стали кричать душегубик, душегубик и спустили на меня собак. Я что, похож на душегубика? Не похож. Вот и я о том же. По-моему, это дело ведьмам. Кто еще мог меня заколдовать? Знакомый дрозд помог мне отыскать голос, но достать его я не мог. Попросил бы знакомую ворону отдать тебе бутылку. Бесполезно. Вороны ведь ведьмам служат. Я ищу девушку с серыми волосами. Не видел ее? Еще бы не видел. Как-то с утра я вышел как всегда сделать кучу. Это мой любимый момент дня. Солнышко светит, птички поют, ветерок веет. Сижу я, значит, довольный, а тут как жахнет, как грохнет. И ниоткуда появилась девица молодая, серовасая, как ты сказал. Алдавалок она была ранена и едва дышала от усталости. Она получалась в сторону детских хат и не слазь, будто за ней ведьмы гнались. Я, конечно, ругал ее, что она мне помешала, но она не слышала. У меня же голоса не было. не слазь. Я не слазь. у деревянки на болото, я встретил женщину. Она, наверное, и есть ведьма. Тебе не показалось, что она с приветом? Мягко сказано. Фу, значит, это не я странный. А она просто бабка, о сиротах заботится. Она говорит, вот и меня дети выдумали. сиротский приют на болотах? А чем тебе болото не нравится? Я тут всю жизнь живу и всем советую. Нормально, всем нравится. Кроме того, что тут чудовищ дохренища. Что ты знаешь о ведьмах? Они старые, как это чаще. Вредные, злые. Лучше их не злить. А если кто-то все-таки перешел им дорогу? Могут отобрать голос, а могут отобрать жизнь, как им вздумается. Гнусные бабы, но по-своему заботятся об этой земле. Говорят, они всегда выполняют обещанное, только надо думать, о чем просишь. Ты их не встретишь и не услышишь, покуда они сами не захотят. И помни, они слышат и видят все, что делается на болотах. Любопытно. Если она побежала в сторону приюта, может, опекунша что-нибудь знает или дети? Не, бабушка с чужими разговаривать не станет. А с тобой разговаривать? Я-то к ней подход знаю. Ладно, ты мне помог, и я не буду уредничать и тоже тебе помогу. Пойдем. Норм вообще. И Васик просто крутейший вообще. Ты чё, момент испортил альтруизма? За чёрт. Хорошо. По-хорошему я могу сам туда сейчас пробежать, но это будет нереалистично. Не по атмосфере. Я просто думаю, что сейчас на нас опять что-то полезет, а надо будет этому чему-то стучать. Ну да. Хорошо. Сохранимся ещё раз, потому что не поняли. сколько у вас там? Раз, два. Так, а тут у нас бабка, походу. Так, нет, погоди. Господи. Техо, техо, спокойно, не нервничай. Да иди ты на меня уже. Шерстик. Вот. Так, норм. Теперь ты сама, да? Господи. Шамотра. Ненавижу. Ого, не плохо. Так, надо болтами уже пользоваться. У меня их много, а я что-то им не пользуюсь. Всё дрожу, вот это вот у меня жаба начинает душить и так до конца игры я ничего не использую. Это не умно. Хотя нет, ну блин, их не так много. Я не знаю. Давайте поставим. Просто почему бы и нет. так, хорошо. А если бы я на плотве поехал, то как? Он залез бы со мной, нет? Чё это вообще за место такое, кстати говоря? Так, погоди, Ивасик. Я же не посмотрел, может там лежит чего? Какое-то стрёмное святилище, я бы сказал. трогать его наверное не будем, потому что потому что не надо, просто не надо. И рядом дом, а в этом дому лежит что-то хорошее, нет? Ну вот, как минимум. Я же видел это главный, побежал дальше. Ладно, осталось только взять. О, уже неплохо. Гамбезон, я думаю, намного худше, ну, хуже, чем мое, Ну, не намного, но... Да, на вид примерно такой же. Ивасик! Ивасик! Хорошо, сохраняшка. Чё-то мы какими-то кругалями бегаем, потому что не так далеко. Ну вот и оно уже. Давай малой. Ну не такой малой, я думаю, пара сотен лет есть. Я в порядке, ни пол ведьмы не видать. Сейчас пою бабушке, успокою ее. Погодка, конечно. Умиротворяющая песня такая. Ты снова поешь? Ощущение такое, что я где-то потерял переход на вторую октаву. Вернусь домой поищу. Хе-хе-хе-хе. Нельзя тебе здесь быть, Ивасик. Не можешь ты сюда приходить. Тихо, тихо, бабуся. Покойно. Тебе вредно волноваться. Ты можешь провести меня к ведьмам? Бабусь, ты только не сердись. Этот индивид очень хочет встретить хозяек. О, нет, нельзя. Это очень важно. Индивид, заткнись. А ты, бабуся, выслушай меня. Я нашел Ясеньку, когда она пропала? Нашел. Горячку, гневки унял? Унял. В обмен я тогда ничего не просил, ты же помнишь? Я даже за голос не в претензии. Так вот сейчас я кое-чего хочу. Ты уж бабуся, ему помоги, этому индивиду. А то же он меня изводить будет, кучу навалить спокойно не даст. Девка у него пропала. Хозяйки, смогут найти, а? Раз уж ты так просишь, Ивасик, помогу ему. Ступай за мной. Да пипец вообще. Это, это она у него получается голос отняла? Я говорю, даже за голос на тебя не в обиде. Любопытно. Ивасик добрый мальчик, а вот хозяйки его не любят. Паршивая тварь. Не любят его. Что за женщина на габелине? Это хозяйки. Ну, могло быть хуже. Всемогущие хозяйки, подзовитесь на призвание. Жалкий червь перед вами встанет. Как ты смеешь нарушать наш покой, женщина? Кто говорит твоими устами? Не дурим с собой, не глуп. И где ты такой выискался? Я знаю, что вы встречались с сероволосой девушкой, которую я ищу. Где она? О, какой ретивый. Может, он любит только сероволосых? Эта девушка моя приемная дочь. С такой красоткой это не мешает. Мне мешает. Смотрите-ка, какой впечатлительный. Бегница, как пиво в катке. У-у-у. Люблю таких. Нормально. Что-то мне подсказывает, что в итоге мы их будем убить. Причем очень болезненно. Значит, вы встречались. Расскажите мне все. Прямо в лоб? Может, и к лучшему. Скажи, духу у тебя хватит? Лесных тварей ты не боишься? У-у-у. Тяжкие времена настали, белоголовый. Человек пошел на человека. Земля напиталась кровью. Она питалась кровью. Зло сильно, как никогда прежде. Напившись гнева и страданий, темная сила восстала у Штейгеров. Уничтожь бестию, и мы будем тебе благодарны. Все расскажем о твоей парышне. Темная сила? Вам нужен рыцарь или охотники за колдуньями? Староста деревни Штейгер и тебе все расскажет. Не забудь только взять с него плату, как выполнишь задание. Теперь наша служанка даст тебе стилет. Зачем? Стилет? Зачем? Покажешь стилет и староста поймет, что ты от нас. Он во всем поможет. Со староста этим я поговорю, но ничего не обещаю. Шевелись, женщина, отдай стилет. А ты возвращайся, когда выполнишь задание. Да, госпожа, стилет. Принести стилет. Вот тебе стилет. Хозяйки велели тебе дать. Даю этот стилет. Необычный. Плату от старосты положишь на балун. Лысый балун. Балун лысый знает балун. Балун слышит. Поговорить о старосте и штеггеров и узнать, какая беда приключилась в деревне. Получено 150 очков опыта. Задание дополнено хозяйке леса. Хм. Любопытно. Знаете, че? Я так спокойненько сейчас, пока никто не видит. Аккуратно. на япону мать. Че-то здесь вообще нездоровый. Ты посмотри. Черепов самых разнообразных. Просто переизбытки. Не совсем простая девушка, как вы видите. пипец. Совсем непростая. Так, ладно. Если вдруг тут что-то вылезет, то мы собственно этим займемся. А пока что мы просто уходим отсюда. Надеюсь, что бабушка на меня не обиделась. Там уже утреет как раз. бабушка. Бабушка. Уходи отсюда. Не место тебе здесь. Ладно, пошел. Короче говоря, давайте на этом заканчивать. Следующая серия мы с вами пойдем в деревню. И Басик это, конечно, вообще просто прелесть. Не знаю, такой персонаж. Индивид говорит, молчи, индивид. Такой в общем кучки любит накладывать. В общем, в следующей серии мы будем продвигаться дальше по этому квесту. Мы уже там 11 уровня почти. Ну так, если бы мы спешили, то у нас уже уровень 20 был бы. Поэтому насчет этого дела особо не торопимся. Главное, что у нас много всего интересного происходит. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забывайте комментировать и ставить пальчики вверх. Опять получилась большая серия, как я вам обещал. Это хорошо. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok